МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Хакасии прошла церемония перезахоронения солдата Великой Отечественной войны Ивана Грызина. Битва за урожай окончилась победой, но впереди новый бой. Глава Минсельхоза расскажет о том, какие сложности ждет сельское хозяйство в 2014 году и как их будут преодолевать. Неделя в столице Хакасии началась с внезапной забастовки перевозчиков. В знак протеста против новых правил, которые собиралась водить администрация, предприниматели сняли автобусы с рейсов. Стороны провели два раунда переговоров и смогли прийти к единому знаменателю. Однако это не сняло вопроса о том, кто все-таки диктует условия на рынке перевозок и почему из-за чего-то нежелания повышать качество услуг должны страдать пассажиры. Виктор Лушников продолжит тему. В 10 утра в понедельник с городских улиц исчезли все пассажирские автобусы. Совместное решение приняли 37 предпринимателей, занимающихся перевозками. Почти 200 автобусов вернулись в гаражи частных автохозяйств. Пассажиры ждали своего участия на остановках. 45 минут стою на остановке. Уехала с деревни, с сумками. Эти забастовщики неформалы, только увеличивают непростые кризисные явления. И теперь вот стою уже, я не знаю сколько. Один троллейбус прошел и один 116. И все, что это такое? Забастовка транспортника стала неожиданностью не только для пассажиров, но и для городских чиновников, которые контролируют автобусные перевозки. Предприниматели начали свою акцию, как говорится, без объявления войны. Практически нам ни с одним из перевозчиков не удалось связаться до настоящего времени. То есть телефоны не берут, на смс никаких ответов нет. Городские власти смогли обеспечить бесперебойную работу троллейбуса. Все 17 машин работали без обеда. Но это лишь слегка сгладило ситуацию. Во второй половине дня предприниматели все же представили свои требования в мэрию. Камнем преткновения стал проект нового положения о пассажирских перевозках в Абакане. По сравнению с прежним порядком, в нем предусмотрено заключение договоров с администрацией на перевозку. Предусмотрены санкции за нарушение графика, вплоть до снятия автобуса с маршрута. Вот против чего категорически возражают перевозчики. Вот для чего и организован этот неприкрытый шантаж, этот демарш. Я считаю, что такие методы абсолютно недопустимы. И возможно именно потому, что договоров на коммерческие перевозки в абаканских автобусниках нет. Эту ситуацию нужно исправлять. Предприниматели и представители администрации сели за стол переговоров. Совещались три часа. Все это время автобусы стояли. В итоге предприниматели согласились с тем, что новое положение необходимо принимать, но ввести переходный период, а фактически отсрочить новое правило на три года. Переходный период – это именно тот период, который объединяет перевозчиков непосредственно в одну линейку, чтобы все в одинаковых условиях по новым критериям с новыми автобусами участвовали в конкурсах. Администрация взяла тайм-аут на два дня, чтобы обсудить это и другие требования, при условии, что предприниматели прекратят забастовку. Автобусы вышли на маршруты, простояв в гаражах около восьми часов. В четверг работа согласительной комиссии продолжилась. Представители администрации пошли на уступки почти по всем позициям. Убрали из критериев конкурса наличие у перевозчиков диспетчерской службы ГЛОНАСС. Новыми стали считаться автобусы до двух лет, а не до года, как было раньше. А по главному требованию предпринимателей сделали встречное предложение. Новое правило принять, а вот новые конкурсы не проводить три года. То есть все работают на прежних маршрутах. Все будут подписывать договор, а начало конкурса первого у нас тогда будет первого, десятого, шестнадцатого года. Но все предприниматели выйдут в раз и на одних условиях. То, чего хотели предприниматели. Правильно? Правильно. Новое положение должно начать действовать с января 2014 года. Компромисс найден, и предприниматели обещают не повторять забастовок. Но за прошлую акцию прокуратура города намерена привлечь их к административной ответственности с формулировкой «нарушение графика движения». Наказание – чисто символическая штраф до двух тысяч рублей. Виктор Лушников, Антон Новожилов, Владислав Пустовой, Твести Хакасия. События недели. Более точно о своем решении прокуратура Абакана намерена объявить на следующей неделе. А вот Республиканское управление Федеральной антимонопольной службы уже сейчас обозначило свою позицию. По его мнению, нарушение закона есть как у городских властей, так и у перевозчиков. В частности, мэрия не права в том, что отложила принятие разработанного положения и оставила маршруты за теми, кто на них работает сейчас. Но такое право должно разыгрываться на торгах. В противном случае, это будет нарушение антимонопольного закона. Да и идти на поводу у предпринимателей не стоило. По сути, они добились того, чтобы еще некоторое время уровень сервиса и комфорта в маршрутках оставался на прежнем уровне. Что касается предпринимателей, то, по мнению антимонопольщиков, они однозначно должны ответить за то, что нарушили права пассажиров. Неделю все думали о наличии либо отсутствии признаков картельного соглашения между перевозчиками. Все-таки приняли решение, что, наверное, здесь признаки есть. И мы будем это дело рассматривать. В том случае, если мы признаем нарушившими действительное положение закона о защите конкуренции, это 11-я статья, картельное соглашение, то мы, соответственно, будем привлекать хозяйствующих субъектов, которые вступили в сговор к административной ответственности. Штраф так называемый оборотный, он варьируется в зависимости от выручки организации, поэтому сейчас сложно определить. Ну, размеры немаленькие, скажем так. Проблемы курорта озера Шира, которые неделю не сходят с повестки дня. У старейшей здравницы Хакасии серьезные финансовые проблемы. Люди месяцами не получают зарплату в полном объеме. Между тем, собственник Федерации профсоюзов, пытаясь освободиться от долгов, просит вести на курорте процедуру наблюдения. А это реальный шаг к банкротству. Ольга Стельмах расскажет подробности. Следующий сезон может так и не открыться. Курорт озера Шира в двух шагах от банкротства. Налицо все признаки. Миллионные долги, задержки по зарплатам, первое сокращение. Впрочем, собственника, основная часть акции у профсоюзов Хакасии, в этой ситуации ведет себя более чем странно. Меняют управленца. Причем ставят у руля человека, под руководством которого рухнуло не одно предприятие. Дмитрий Рябов за последние два года помогал справиться с кризисом семи организациям. Все они сегодня разорены. Нового директора назначили быстро и в узком кругу, не предупредив даже о кадровой смене администрацию Ширинского района, у которой более 4% акций. Серьезный вопрос, как смена руководителя, я считаю, должен решаться в полном составе Совета директоров. По имеющейся мне информации, из 9 членов Совета директоров на заседании присутствовало 5, из которых только трое проголосовало за ставку предыдущего директора. Мне до сих пор непонятно, почему такие решения принимаются собственником. Тайно господин Рябов как таковой производственной деятельностью не занимался. Он одновременно является генеральным директором двух предприятий. На территории курорта он не проживает, на работе его нет. Профсоюзы, в свою очередь, приводят массу причин, почему администрацию Ширинского района не уведомили об избрании нового директора. То вовсе отрицают какое-либо участие районных властей в жизни курорта, то проявляют благородство, ссылаясь на загруженность главы. Решения принимают акционеры, обладающие определенным количеством акций. К сожалению, с 4% акций принимать решения и голосовать, к сожалению, нельзя. Дело в том, что Сергей Николаевич очень занят зачастую, не всегда может присутствовать на заседаниях Совета директоров. Вот так и произошло на одном из последних заседаний Совета директоров, когда обсуждались финансовые проблемы, обсуждались другие хозяйственные вопросы. К сожалению, Сергей Николаевич вновь не смог прибыть на заседание Совета директоров. Кому выгодно банкротить курорт, пока остается загадкой. Ясно одно – это лакомый кусок для бизнеса. Годовой доход – 120 миллионов рублей. Между тем, вместо зарплат авансы, то, что последние три месяца получают копейки, сотрудники курорта на камеру говорить отказались. Люди боятся увольнений. Руководство курорта объясняет, со дня на день деньги будут. Однако прокуратура уже выписала штрафы новому директору за задержку по зарплате, которую, кстати, можно было избежать. Деньги после окончания сезона в кассе были, и они могли пойти на выплаты рабочим. Но профсоюзы Хакасии распорядились средствами курорта иначе. На основании решения совета директоров тайных заседаний у 3,5 миллиона было отвлечено безвозмездной помощи. Не является ли это шагом преднамеренного банкротства курорта? Я думаю, его финансовое состояние не позволяет сегодня заниматься благотворительностью. Собственники курорта сложности в ситуации не видят. Называют проблему никак иначе, как мелкая шероховатость в финансах. Заверяют, им удастся вытянуть лечебницу из долговой ямы. Скажем так, в объемах предприятия задуманность небольшая. Но проблема в том, что она как бы образовалась. Деньги надо как-то сейчас, а разорваться невозможно, потому что источник поступления он несколько ограниченный. Ситуация более-менее позволяет нам, скажем так, существовать. Мы не собираемся банкротить предприятия. У нас сегодня есть сложившаяся очень серьезная задолженность, кредиторская. Для того, чтобы дать возможность предприятию, так сказать, оздоровиться, восстановить платежеспособность, необходимы законам предусмотренные меры. Видимо, меры, которыми воспользовались профсоюзы, чтобы оздоровить предприятие, обращение в арбитражный суд. Собственники курорта озера Шира сами просят установить процедуру наблюдения. Заседание пройдет в середине декабря. Как показывает практика, чаще всего подобные дела заканчиваются банкротством предприятия. Между тем, ежегодно поправить здоровье сюда едут тысячи человек со всей России. Сегодня же есть риск потерять социально значимый курорт с более чем вековой историей. Здесь раньше, если была здравница, то сюда ездил народ. Отдыхали люди, лечились. Сейчас ездят, но это очень мало, потому что состояние, не сказать, что такие. Все такое хорошее. Курорт Шира всегда был курортом всесоюзного значения. А сейчас, вот там, я как полагаю, работников человек 400. И куда им деваться? Даже не представляю, ладно, кто на пенсии. А людям даже за жилье нечем платить. При самом худшем развитии события, а все идет именно к этому, уже через две недели курорт признают банкротом. Работы лишатся сотни сотрудников. Республиканская здравница уйдет с молотка, частные руки буквально за копейки. Ольга Стелемах, Антон Михайлов, Вести Хакасия, События недели. Светлое будущее электросети обсудили главы сибирских регионов, энергетики и члены правительства России. В Чите состояло заседание Сибирского соглашения. Председателем ассоциации, напомню, сейчас является глава Хакасии Виктор Зимин. Несмотря на то, что республике, в общем-то, повезло с энергетикой больше, чем некоторым ее соседям, власти региона ставят ряд вопросов перед федеральным правительством. Федеральная сетевая компания ФСК ЕС, та, что владеет всеми магистральными энергосетями страны, сейчас находится в нелегком положении. Как и другим монополистам, правительство заморозило рост ее тарифов. Но что хорошо для потребителей, для энергетиков означает многомиллиардные потери. При этом задачи по развитию сетевого хозяйства с ФСК ЕС никто не снимал, а значит и энергетикам, и властям придется лучше планировать совместную работу. Заявление главы федеральной сетевой компании прозвучало там, где собрались главы всех регионов Сибири. Заседание Сибирского соглашения стало удобной площадкой и для местных властей, и для энергетиков по обсуждению проблем сетевого хозяйства. Виктор Зимин, председатель ассоциации, но, как и другие главы регионов, прежде всего обозначил интересы своей республики. Люди думают, что только экономика стоит за развитием энергетики, это, прежде всего, считая первостепенной важности, это вопрос безопасности населения. Они все вывязаны с энергетикой. Для Хакасии это актуально. Мы, хоть и завершаем процесс реконструкции или восстановления Сайна-Шушинской Агрицы, на сегодняшний день, да, мы действительно уже донор по энергетике, но у нас есть свои и, наверное, точки роста, которые не подкреплены сегодня той избыточной электроэнергией. О каких точках роста идет речь? С выработкой энергии вопросов нет. Заканчивается восстановление Сайна-Шушинской ГЭС, строится новый блок на Абаканской ТЭЦ. Но для передачи киловатт-часов Хакасии важны несколько проектов. Первый – это строительство второй линии, алюминиево-абаканское и ТАЦкое между Хакасией и Красноярским краем. Первая линия была построена 30 лет назад. Необходимость во второй стала очевидна после аварии на Сайна-Шушинской ГЭС. Она повысит надежность энергоснабжения регионов. Второй проект – реконструкция подстанции в Аскизе, от которой зависит энергоснабжение Аскизского, Таштыбского и части Бейского районов, в которых проживает более 50 тысяч человек. Существующее оборудование устарело и не позволяет присоединить новых потребителей. И третий – это строительство обогатительной фабрики в Абазе, для работы которой потребуется увеличить мощности местных сетей. И, как сообщила пресс-служба правительства Хакасии, предложения по развитию сетей республики предварительно получили поддержку. Окончательное слово – быть или не быть реализацией проектов за Минэнерго России. Солдат Великой Отечественной войны Иван Грызин после 72 лет забвения вернулся на родную землю. Все эти годы на руках у родственников было лишь извещение о том, что боец пропал без вести. А месяц назад в Смоленской области поисковики подняли с мест боев останки погибшего солдата. Торжественная церемония перезахоронения прошла в селе Краснополе, откуда Иван Грызин ушел на войну. Смоленские поисковые отряды в этом сезоне подняли с полей сражений Великой Отечественной войны останки трех тысяч советских солдат. Здесь в августе 41-го шло жестокое Смоленское сражение. Из немецкого окружения прорывались несколько армий. Даже по приблизительным подсчетам на этом участке Западного фронта Красная армия всего за три месяца потеряла около полумиллиона офицеров и солдат. Среди погибших и наш земляк, рядовой Иван Грызин. Поисковики опознали его по записке в смертном медальоне. Там фамилия, имя отчества и сведения о том, что был призван из села Краснополе. Это большая удача, считают специалисты, ведь опознать удается только каждого десятого бойца. У остальных медальона не удается найти, либо текст записок испорчен. Смоляне нашли родственников Грызина по интернету, откликнулись внуки и приехали к месту гибели своего деда. Дед лежал в небольшом окопчике, который выкопал. Как ребята поясняют, было наступление. Окопались и так и остался в этом окопчике. Прах Ивана Никаноровича доставили на самолете в Хакасио. Похоронить решили на сельском кладбище Краснополе. В семье Грызиных осталась лишь одна фотография деда, сделанная еще до войны на документы. На остальных фото из архива его вдова, сестры и дети. Они рассказали, что Иван Грызин до войны работал поливодом в колхозе, ушел на фронт в первую неделю мобилизации. Посадили их в газик, все они сели там, полный газик увезли. И он сильно плакал, вот так вот руки сложил, наклонился и все плакал. А вот брат заем бежал. Я говорит, папку все равно догоню и не пущу никуда. Кое-как его домой завели. Анастасия Ивановна осталась дома с тремя детьми на руках. А с августа перестали приходить и письма от мужа. Все военные лихолетия жили очень тяжело. Когда кончилась война, люди все ждали своих, которые вернулись с радостью. А наша мать и его дети плакали, ждали, когда придет их не папа. Но этого не дождались. Из ближайших родственников живых остались дочь и две младшие сестры героя. На похороны постаралась приехать вся родня. А это 26 внуков, правнуков и праправнуков. Братик, ты родной, ты нам ничего не скажешь. Как ты там какие-то страсти видел. Солдат Иван Грызин мог бы гордиться своими детьми и потомками. Все они, как говорят в народе, выросли правильные. Никто не сбился с пути. Тетя на садике всю жизнь проработала. Сестра у них, она кем была, бухгалтером. Дядь Коля, он все время работал, это сын его, это младший самый, механизатором проработал всю жизнь. Краснополье – село небольшое, шесть сотен жителей. И большинство постарались прийти на митинг прощания. Он проходил в центре села, возле памятника погибшим в войне. Говорили о страшных потерях, которые оставила война. Только с территории Алтайского района к середине июля 41-го было мобилизовано 2500 человек. Поисковые отряды еще много лет будут работать, проводить работы в тех местах, где прокатилась колесница войны. И с каждым полевым сезоном они поднимают из неизвестности все новые и новые имена. Война оставила след в каждой семье краснопольцев. Практически все мужчины трудоспособного возраста были призваны на фронт. Домой не вернулись 116 земляков. Их имена высечены на обелиске, но некоторые до сих пор числятся пропавшими без вести. У нас в деревне их полно, так, не вернувшихся еще и не могут найти даже. Вот у меня отец и брат, отец в господи, а брат погиб без вести пропавшийся. И до сих пор ничего не известно. Так что у поисковых отрядов впереди работа еще на много лет. А Иван Грызин, чья судьба была неизвестна 72 года, нашел последний приют на сельском кладбище в Краснополе, рядом с могилами своих детей и вдовы. Провожали солдаты Отечественной войны всем селом с воинскими почестями. Виктор Лошников, Антон Новожилов, Сергей Казьмин. Вести Хакасия. События недели. В среду в столице Хакасии под колесами автомобиля погибла пенсионерка. А на следующий день в интернете появились кадры, снятые одним из водителей Абакана. Он проезжал по улице Аскизская сразу после того, когда сбили пожилую женщину. Пенсионерка, которой было 82 года, погибла на месте. Водитель, совершивший наезд, попал под уголовное следствие. Но обсуждение в интернете вызвал другой факт. Вот кадры, которые выложил некий Василий. Человек лежит на асфальте, мимо проезжают водители, и никто не подумал остановиться и подойти к ней. А, ребенок! Ой, Вася! Да подожди, а что все стоят-то? Я не понял. Да ладно, давай, езжай, господи! Да что езжать-то надо? Скорую... Ну, проедь, а... Да что проезжать-то? Да, ну, скорую, ну, может, уже вызвали. Почему никто даже не смотрит, не помогает? Ой, мамочки, мои родители. Да подожди ты. Поведение водителя останется на их совести, но оно, увы, показательно для современной реальности. И смотрите далее в событиях недели. Денег меньше, задачи труднее. Главами сельхоза Иван Вагнер о том, что ждет агрария в Хакасе в будущем году. В эфире события недели, продолжаем выпуск. В пятницу в Абакане чествовали лучших сельхозработников республики. Торжественная церемония прошла в драмтеатре. 130 человек от руководителей предприятий до доярок и механизаторов получили награды и ценные подарки от правительства. Кульминация церемонии – это вручение ключей от новеньких автомобилей. Девять машин получили наиболее отличившиеся работники. И одна уехала в Ширинский район, который признан лучшим среди муниципалитетов. Замечу, традиция пышного чествования аграриев появилась с приходом Виктора Зимина. Знак того, что именно сельское хозяйство находится в приоритете у правительства. И от праздника к будням новый 2014 год станет серьезным испытанием для всей экономики Хакасии, особенно для сельского хозяйства. Республиканские власти впервые за последние годы пошли на беспрецедентный шаг и сократили бюджет Минсельхоза в несколько раз. При этом министерство не собирается снижать набранные темпы по развитию животноводства и растениеводства. О достижениях уходящего года и задачах на будущее мы поговорили с министром сельского хозяйства Иваном Вагнером. Иван Ирвинович, здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас конец года, время подводить итоги. Скажите, какие они? Что удалось аграриям Хакасии, а что нет? Если в целом подводить итоги уже теперь 2013 года, можно говорить о прогнозных показателях. К сожалению, нам не удалось в текущем году достичь тех показателей, которые запланированы нашей программой развития кропромышленного комплекса. Но тем не менее, в этих сложных погодных условиях текущего года, серьезной засухи 2012 года, нам удалось сохранить ту тенденцию роста показателей по поголовью всех видов животных, к росту показателей по производству мясных продуктов. К сожалению, мы немножко упали, как и вся Россия в целом, по производству молока. Но это причины временные. Я думаю, что в следующем году мы это все наверстаем. Нам удалось, несмотря на сложные погодные условия текущего года, позднюю весну, сложную погоду, условия лета и особенно осень, все-таки собрать урожай достаточно неплохой для этого года. Уровень валов сбора зерновых составил чуть выше прошлого года, и это нас радует. Теперь, что касается будущего года. Уже сейчас правительство говорит о непростой финансовой обстановке. В связи с этим, конечно, всех сельских жителей интересует, будут ли сокращены программы по линии Минсельхоза. Что вы сейчас уже можете рассказать? Я скажу, что для нас финансовая ситуация в текущем году уже не очень простая. Мы, к сожалению, не в полном объеме в текущем году профинансируем все программы. Программы прямой поддержки сельхозтоваропроизводителей, программы по социальному развитию села ввиду нехватки средств в бюджете. Это, естественно, не могло не сказаться и о низких темпах роста показателей, которые мы сегодня имеем. Потому что сельское хозяйство не может существовать без государственной поддержки на регулярной основе, постоянно, и, как я люблю повторять сейчас фразу, без перерыва на вид. Бюджет следующего года еще более напряженный. К сожалению, серьезной корректировке подверглась программа и социального развития села. Это грантовая поддержка как садоводов, так и начинающих семейных ферм. Но я надеюсь, и такая уверенность есть, потому что мы неоднократно эту тему с главой республики обсуждали. Виктор Михайлович заверяет нас, что и он понимает, как никто другой, что сельское хозяйство с такими финансовыми ресурсами будет тяжело. Поэтому у нас есть уверенность, что в течение года какая-то корректировка в нашу пользу будет. Хотелось бы услышать цифры. Все-таки, насколько будут сокращены программы по поддержке села и другие? Если общую цифру вам назову, бюджет текущего года 1,143,000,000 принимался, то в следующем году бюджет поддержки агропромышленной комиссии и социального развития села – 353 миллиона рублей. Вот две цифры сами за себя говорят. Сокращение очень серьезное. Прежде говорили о том, что сельского хозяйства не будут забирать ни копейки. Как сейчас вы пошли? Мы понимаем, и меня как руководителя отрасли, конечно, это не может устраивать. И понятно, что у меня серьезное переживание на эту тему. У всех сельчан, мы теперь уже все знают, какие цифры. Это не секретные цифры. Очень много сюда приходит фермеров, руководителей хозяйства, не понимают, что это такое, чем это может закончиться. Но мы всех успокаиваем, что мы найдем возможности все-таки поправить эту ситуацию. Непростые финансовые условия – это такая некая проверка на прочность. И даже при нехватке средств нужно идти вперед, развиваться. И думаю, что никто таких задач с правительства не снимает. Вот как вы в своей отрасли собираетесь это делать? Пережить и выжить смогут руководители, которые умеют думать и считать хорошо. Вот чего, к сожалению, очень многим сельчанам и руководителям не достает смотреть завтрашний день, просчитывать все до мелочей, где можно искать возможность снижения затрат. Только это поможет нам в условиях вот такого, будем говорить, дефицита финансовых ресурсов, позволит нам просто устоять. И, естественно, министерство сельскохозяйства этим будет заниматься теперь в большей степени. В большей степени вместе с хозяйствами искать просчеты, искать пути решения вот этих сложных вопросов. И тогда мы сможем вложить. Что ж, удачи вам в новом году. Я надеюсь, у вас все получится. И спасибо за предоставленное интервью. Всего доброго. До свидания. На этой неделе весь мир узнал, что даже у Владимира Путина из крана может течь ржавая вода. Сторонники президента намерены учредить общественный контроль за сферой ЖКХ. Может, тогда найдется управа на нерадивых коммунальщиков. На местном уровне также предпринимаются попытки заставить управляющей компанией работать без брака. Вопрос подняли в Верховном Совете. Такой была уходящая неделя в Хакасии. Наш выпуск завершен. До новых встреч.